МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня мы вновь вместе с вами совершим увлекательное путешествие по самым ярким и интересным событиям, которые происходят в нашем городе буквально каждый день. Совсем недавно влюбленные отметили День Святого Валентина. Конечно, отношения к этому празднику весьма неоднозначны, но все сходятся во мнении, что это неплохой повод еще раз сказать о своей любви. 14 февраля в торгово-развлекательном центре «Малина» все посетители получили возможность не просто признаться в своих чувствах, но и посоревноваться в искусстве их выражения. Любовь, романтика и приятный дух соперничества царили между участниками конкурса, которые собрались в День Святого Валентина в торгово-развлекательном центре «Малина». Соревновались между собой более 10 пар. Все они знали, что не уйдут с этого вечера без подарка. Но все же борьба за главный приз – ужин при свечах в ресторане и букет из 51 розы развернулась между влюбленными парами – нешуточная. О конкурсе участники знали заранее, так что тщательно к нему подготовились. Финальное выступление, а именно признание в любви, должно было выявить пару лидеров. До последнего момента никто не знал, что ожидает зрителей. В этот день всех влюбленных в основном в своих чувствах признавались мужчины, показывая, что они вновь и вновь завоевывают сердца своих дам. Я инициатор. Ну, хотелось бы просто поздравить с этим прекрасным днем свою вторую половинку, которую я очень люблю. Но это пока был секрет, я у него выпытывала. На самом деле я ничего не знаю. Заинтригованная тем, что папа наш придумал. Мне идея сама понравилась. Я даже ее сказать всю жизнь ждал. Это, наверное, мой звездный час. Перед финальным выступлением парам пришлось потрудиться. Они прошли через конкурсы эрудиции, одаривали любимых комплиментами, признавались в чувствах и танцевали. Оценивали выступления беспристрастные члены жюри. Сами довольно творческие люди. За каждый этап парам, проявившим себя оригинально и ярко, выдавались валентинки. Нужно было собрать как можно больше их количества, чтобы получить главный приз. Вообще, я всегда говорил, что чем больше в нашем городе таких интересных предприятий, тем интереснее в нем жить. И сегодня мы посмотрим, что же наши молодые люди отваживаются ради своих дам, что они напридумывают, как они творчески проявят себя. И в итоге мы выявим сегодня самую такую романтичную, влюбленную и творчески одаренную пару. Это очень классно. В этом мероприятии занять себя могли не только участники конкурса. В Малине было организовано несколько интерактивных площадок. Люди фотографировались с дамами и кавалерами, одетыми в стиле венецианского фестиваля. Для детей организаторы устроили мастер-класс по рукоделию. Кроме того, были подведены итоги предыдущего конкурса. На протяжении месяца рязанцы приходили в Малину, чтобы сделать фото в стиле «Игры престолов». Далее выкладывали их в интернет, и в этот день люди с наибольшим количеством лайков за свои фотографии получили подарки от организаторов конкурса. За то, что они набрали максимальное количество лайков, они получают у нас игру «Игра престолов». На протяжении вечера для гостей и участников выступали артисты, певцы, танцоры и актеры театров. Последние напомнили собравшимся одну из самых известных историй любви. Сыграли знаменитую сцену Ромео и Джульетта на балконе. После чего участники в рамках конкурса сами читали Шекспира. Что нет и взбор, а есть одна беда – твоей любви лишиться навсегда. Апогеем данного мероприятия, как мы уже говорили выше, стало выступление пар, в основном мужчин, которые с радостью признавались в любви. Я люблю тебя, ангел мой, дай мне руку только твой, давай забудем просторный коллапс, улетим на луну, она светит для нас. Я люблю тебя. Ты моя шоколадочка, но только вместе мы с тобой парочка. Ты моя любимая, родная, любовь моя к тебе бесконечна. Буду любить тебя вечно. Победителем по оценкам жюри стала именно эта молодая пара. Итак, дорогие друзья, весный момент, 51 роза нашла свою обладательницу. Терцемалина поздравляет вас всех с праздником. Нет слов. Я очень рада, что он у меня есть и что он делает такое для меня. Это очень приятно, на самом деле любой девушке нужно это. После поздравлений и фотосессии влюбленные отправились в ресторан торгового центра «Малина», где их ожидал красиво сервированный стол. Оставшийся вечер они провели на романтическом ужине. Другие участники конкурса также получили свои подарки. Ближайшим трем соперникам досталось хорошее вино, а остальным парам были вручены билеты в кино. Зрители также остались довольны. Правильно побольше проводить классное мероприятие. Всех рязанцев с праздником, с днём Святого Валентина. Поздравляем всех рязанцев с этим праздником. Всем желаем крепких пар, чтобы поменьше ссорились люди. Удачи всем рязанцам, любви и, конечно же, не забывайте принимать участие в конкурсах торгового центра «Малина», ведь именно у вас есть все шансы стать победителем. Ну а в доме музея имени Пожалостина начала свою работу выставка под названием «Художники книжной иллюстрации». На её открытие побывала наша съёмочная группа. Помните, как в детстве нам было неинтересно читать книги без картинок, и с каким удовольствием мы рассматривали красочные иллюстрации к любимым сказкам? Вот и сегодня у нас есть возможность познакомиться с работами рязанских художников, которые украшают многие печатные издания. Выставка «Художники книжной иллюстрации» проходит в доме музея имени Ивана Пожалостина раз в два года. Основная её задача – показать, как работают с книжной иллюстрацией художники Рязани. И не случайным местом проведения этой выставки каждые два года выбирают дом музея Пожалостина, ведь Иван Петрович, будучи искусным гравёром, долгое время сотрудничал с различными изданиями. Ну а само искусство книжной иллюстрации, искусство книги, как мы говорим, это особо очень увлекательная и очень непростая сфера творчества, потому что от художника книги очень многое требуется. Он должен не просто выполнить убедительные иллюстрации, которые бы хорошо передали узловые моменты того или иного сюжета, настроение литературного произведения, но должны соответствовать стилю той эпохи, когда это произведение было написано, или той эпохи, о которой говорится в литературном произведении. Более того, от художника требуется выбрать соответствующий шрифт, то есть начертание букв. От него требуется выбрать необходимый, наиболее удобный и убедительный формат книги, количество иллюстраций, их насыщенность, это тоже зависит от вкуса, умения художника анализировать текст. И нужно сказать, что все художники, работающие с книгой, они самые вдумчивые, наверное, читатели. Работы, представленные на выставке, выполнены в разных техниках известными художниками Рязани. Среди них Маргарита Будылева, Игорь Ситников, Максимилиан Пресняков, Татьяна Власова. В силу обстоятельств, в общем-то, уже довольно-таки долгое время я занимаюсь книгой. Это в основном издательский дом «Тончик» в Москве, с которым где-то лет 15 назад мы как-то познакомились. И мне предложили там сделать серию иллюстраций для книги. Ну и с тех пор уже прошло много времени, и я уже там несколько, как говорится, книг сделала. Сейчас еще последние, вот в этом году, это как раз такая книга жительная, это «Боярни Морозова». А в основном это вот темы, женская тематика, так как издательский дом «Тончик» – это издательство при Союзе женщин России. И у них я сделала книги там «Мадонны земельной русской, святых женщин России». Татьяна Власова известна и в Рязани живописец, но по ее собственным словам графику она всегда любила. Поэтому сегодня с удовольствием занимается графической иллюстрацией и дизайном книг. Естественно, хочется как-то найти стилистику для каждого художественного произведения. Потому что, ну вот когда я делала «Мадонны земельной русской», там как бы судьба крестьянки и судьба и быт крестьянского дома. Вот, то там я искала ход через лубочную картину. Вот, и как-то эту стилистику вот хотелось почувствовать. Например, вот в этой книге «Боярни» Морозова, ну, тут было пожелание такое. Во-первых, это исторический материал и пожелание, чтобы иллюстрация была достаточно четкой, ясной и понятной. Поэтому здесь обычный штриховой, пировой такой рисунок. Ну, естественно, с поиском композиции для каждого художника. Вот, а «Святые женщины России», там у меня был чисто такой линейный рисунок иконных таких образов. Вот, то есть для каждой книги, естественно, хочется найти свое, какое-то свое стилистическое решение, чтобы соответствовало содержанию. О своей работе художники Рязани рассказали юным гостям, которые с интересом слушали, рассматривали иллюстрации, представленные на отдельных полотнах и в книгах. Также они воспользовались возможностью и поучаствовали в мастер-классе по граттажу. Это техника, которая, ну, что-то очень отдаленно, но напоминает работу гравера. То есть это процарапывание на бумаге, чтобы они могли представить, как работает гравер, когда он вырезает резцами вот тот самый рисунок на медной пластине, который затем будет воплощен на бумаге. Книжная иллюстрация – это целое искусство, благодаря которому в нашем сознании выстраивается волшебный мир произведения. И хотя уже будучи взрослыми, мы не так трепетно относимся к картинкам в книге, все равно нам гораздо приятнее держать в руках издание, оформленное талантливыми художниками. На сегодняшний день мы все чаще обращаемся к своим корням. Причем интерес к исконно русской культуре и народному творчеству проявляется уже в детстве. Лучшим доказательством является большое количество фольклорных коллективов, которые создаются по всей области. Друг на друга посмотреть и себя показать ребята в очередной раз смогли на областном конкурсе фестиваля «Праздничная карусель». Фестиваль «Праздничная карусель» в Рязанской области стал уже традиционным. В этом году он проводится Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества совместно с эстетическим центром уже в 16-й раз. За это время участники фестиваля прошлых лет успели вырасти и сами стали руководителями фольклорных коллективов со своими уникальными обычаями, традициями и репертуаром. Конечно, очень приятно, что 95% репертуара, который исполняется на сцене в конкурс, это традиции, это песни, это обряды, это игровой фольклор Рязанской области. В принципе, это наши цели и задачи, чтобы подрастающее поколение знало свои традиции, традиции Рязанского края, свои локальные традиции, свои местности. Областной фольклорный конкурс «Фестиваль праздничная карусель» проводится в два этапа. В отборочном туре приняли участие более тысячи человек, на финал прошло порядка 500 участников из Рязани 11 районов области. Ансамбль русско-народной песни «Чурилушки» приехал на фестиваль из Рыдневского района. Этот коллектив участвует в праздничной карусели уже в третий раз. Для нас это целый праздник, потому что мы к нему готовимся, выезжаем, и для них это целое событие, потому что у нас мы не так часто выезжаем, мы их вместе всех, во-первых, собираем, они у нас с разных деревень приезжают. Этот ансамбль славится тем, что дети не только сами исполняют фольклорные произведения, но и сами себе аккомпанируют, играя на гуслях и свирелях. Уже не раз ансамбль занимает призовые места на различных фестивалях, в том числе и на праздничной карусели. Войдет ли они в число победителей в этом году решать компетентному жюри, который будет оценивать выступление по нескольким критериям. Конечно, это прежде всего исполнительский уровень. А второе – это все-таки соответствие традиции, местным традициям во всем, и в пене, и в костюме. И, наверное, есть еще и какая-то третья сторона – это все-таки доступность того, что они показывают, и востребованность зрителям. Они должны каким-то образом привлечь на свою сторону зрителя, они должны понравиться. Эти малыши в традиционных русских нарядах просто не могут не нравиться. Ну а исполнительский уровень, если кому-то его и не достает, наверняка со временем придет. Сегодня же самое важное, что эти дети возрождают и сохраняют традиционную русскую народную культуру. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова